Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Лидия и сегодня мы попробуем разобраться в такой сложной теме, как грязь в акварели. Откуда она берется и что нужно делать и знать, чтобы ее избежать. Скажу сразу, что я любитель, рисую для себя, но все же мне есть что сказать по этой теме, особенно начинающим художникам будет очень полезна эта информация. Выскажу свое мнение на примере своих работ и посмотрим на картины других известных художников. В общем, видео будет очень насыщенное, интересное. Приготовьте кофе и поехали! Вообще, акварелия дело тонкое и деликатное. Мало того, что это самая сложная техника в живописи, потому что мы пытаемся приручить воду, учимся управлять ею на бумаге, но также это очень прозрачная краска. Вот как раз сохранить эту прозрачность и чистоту задача каждого художника-акварелиста. В идеале акварельная работа должна быть легкой, воздушной, прозрачной. Акварель – это тонкий расчет, она не любит ошибок. И, как говорит наш знаменитый художник Сергей Курбатов, все на кончиках пальцев, все ощущения. Еще в акварели, на мой взгляд, очень важна интуиция. Итак, начнем с самого простого и очевидного источника грязи – это грязные материалы. Краски, кисти, грязная вода. Я бы назвала это общим словом «техническая грязь». Начнем с кисточек. Все мои кисти после работы я мою с мылом и палитру тоже. То есть, начинаю всегда рисовать чистыми кисточками на чистой палитре. У меня есть две любимые кисти, я их использую почти в каждой работе. И также делаю ими набрызг белой краской, чтобы изобразить звезды или снежинки. Так вот, перед этим я их обязательно мою с мылом, иначе звезды будут серого цвета. И обязательно меняю воду на чистую. Еще я пользуюсь двойным стаканчиком. Это тоже очень удобно. Одна половина для смачивания листа, а другая для работы. И когда вторая часть стала грязной, я перехожу на вторую половинку. И вообще в процессе работы обязательно нужно менять воду. Еще бывает так, что нужно сделать много смеси перед рисованием. Вот здесь вот я рисовала космос. У меня такие темные-темные смеси. Естественно, пока я их делала, вода стала совершенно черного цвета. А сами знаете, мы начинаем рисовать с самых светлых оттенков. И чтобы не было грязи, обязательно нужно поменять воду на чистую. А вот на пленэр акварелистые берут целые ведерки с водой. Что касается красок. Как видите, у меня не самые чистые краски. Но тут скорее грязная упаковка. Но я к ней так привыкла. И уже запомнила, какая краска у меня расположена. Поэтому мне так удобно. Чтобы взять чистый цвет, я набираю его из чистого кусочка кюветки. Ну а если это невозможно, то надо полностью промыть краску водичкой. Кстати, такой проблемы не будет, если пользоваться тюбиками и выдавливать краску непосредственно на палитру перед работой. И еще одно правило. Перед тем, как взять цвет светлее предыдущего, нужно тщательно ополоснуть кисть. Мне кажется, я когда рисую, я только и делаю, что постоянно споласкиваю кисточку. С недавних пор я стала набирать смеси той кисточкой, которую не буду использовать в работе. Если надо, заранее намешать краске. Хорошо набирает краску из кюветок, синтетические кисти. И вот такие мелочи способствуют сохранению чистоты в картине. А вот такой широкой мягкой кисточкой уже довольно проблематично из маленькой кюветки краску достать. Кстати, некоторые художники специально не моют свою палитру и начинают рисовать с этой грязьки, как они ее ласково называют. Обычно это первый слой, какой-то подмалевок или небольшой кусочек. Но тут надо хорошо чувствовать грань. Думаю, не всем подойдет такой прием. Ну, с этим разобрались и теперь перейдем к более сложным моментам, к краскам. Я думаю, самая распространенная причина грязи в грязных красках, а точнее в грязных смесях. Кто-то сказал, что нельзя смешивать больше трех цветов, иначе получится грязь. Но я с этим не согласна. Профессиональные художники смешивают и пять цветов, и все у них хорошо. Но с точки зрения логики, конечно, чем меньше красок мы смешали, тем чище будет цвет. Ведь каждая краска состоит из набора пигментов. И чем их меньше в краске, тем чище и прозрачнее будет цвет. Поэтому в идеале нужно пользоваться однопигментными красками. У Невской палитры это, например, ультрамарин, лимонная, карминовая, кобальт. Все написано на упаковке, можете изучить. Кстати, есть целый набор однопигментных красок у иностранных производителей, по-моему, у Пинакс. И еще полезно будет дополнить свою палитру однопигментными красками иностранных производителей. Бывают грязные краски сами по себе. Я рисую Невской палитрой, и из тех цветов, что пробовала, у меня есть вопросы к сепи и кобальту. Как-то стала замечать, что они могут давать грязь. И выяснилось, что сепи это многопигментная сложная краска. Она состоит из трех пигментов. И с ней надо быть очень аккуратным. Я ее часто смешиваю с другими коричневыми цветами. Тогда она хорошо себя ведет или использую в чистом виде. Ну, что касается кобальта, казалось бы, такой красивый цвет. И еще и однопигментный. Что с ним не так. Но почему-то тоже стала замечать, что может давать какую-то такую грязь. Честно говоря, не самый удачный цвет у Невской палитры. Слишком слабый. И вообще, я его планирую заменить каким-то другим производителем. Если вы используете в чистом виде, то он неплохо себя ведет. Допустим, снег зимой холодным цветом рисовать. Ну, давайте посмотрим вот на такую мою работу. Где-то год назад я ее рисовала. Вот совершенно грязного цвета небо, такого коричневого. Вот сто пудов тут сепия используется. Сепия с ультрамарином. Какое-то такое северное море пыталась нарисовать. Море совершенно другого цвета, зеленоватого. Небо ультрамарин. И вдали такие горы еле заметные. И смесь, видимо, вот этих двух цветов ультрамарина с сепией дала вот такую вот конкретную грязь. И вообще небо такого коричневого цвета, мне кажется, не бывает. Ну, бывает небо серого цвета, но не коричневого. В общем, я пыталась переделать эту работу. Сейчас увидите. Ну, тут ситуация у меня уже, конечно, получше. Больше присутствует голубой краски в небе. Все равно идет смесь с сепией, я так понимаю. Но вот уже все-таки, когда больше голубого, это намного чище смотрится. И не такая грязная смесь получается, как с ультрамарином. Есть ощущение какого-то пасмурного неба. Это мне тут нравится. И выровнен общий цветовой тон, то есть такую же голубую краску я использовала уже для рисования нижней части моря. Но на этом я не остановилась и сделала третий вариант работы. Мне кажется, он самый удачный получился. В этой работе получилось более интересное небо. И использовала я те же самые краски, голубую сепией. И, как видите, уже нет такой грязи, потому что сепия более такими концентрированными пятнами на небе расположена. Как бы отдельными мазками. И нижняя часть неба полупрозрачная такая получилась. Тоже очень симпатично. Вообще рисовать такие абстрактные вещи не мой конек, но иногда хочется попробовать чего-то новенького. И осенью прошлого года нарисовала я вот такую работу. Долго я ее рисовала, каждую капельку вырисовывала. Как бы листик должен на стекле висеть. Но получилось, он у меня как будто не на стекле, а в воздухе висит. И вот показываю вам грязные места. Тоже я там использовала сепию. И когда вот ее смешиваешь с какими-то другими цветами, вот тут зеленым вторым слоем как бы накладываешь, то получается такая грязька. Но считаю, в этой работе не особо это криминально. Еще я заметила, что краски с белилами могут давать грязь. И белила в составе уже замутняют цвет. Если, например, в голубую добавить белый, она уже будет не такой прозрачной. Вот, например, неаполитанское желтое имеет в составе белила. Вот с такой краской нужно быть очень осторожным. Сразу покажу вам на примере. Нарисовала я недавно вот такую галактику. Вообще первый раз в жизни я галактику рисовала. Это, по-моему, галактика Андромеда. И первый раз на бумаге арш. В общем, долго можно рассказывать, как я рисовала эту работу. Отдельное видео надо снимать. Поэтому скажу сразу по делу, что вот этот желтый цвет на референсе был очень похож именно на неаполитанскую желтую. Поэтому я ее использовала. Получилось бы неплохо, если бы был только этот цвет. Но здесь перемешано много других. Еще смешано с фиолетовым. А желтый с фиолетовым это сто пудов будет грязь. Вот она у меня и получилась. Еще в работе очень много слоев. Потому что, как оказалось, арш съедает так конкретно цвет. Но я не остановилась и решила эту работу исправить. И у меня получилась вот такая галактика. Немного странной формы. Уже на другой бумаге я ее рисовала. На Боахонг С8. И, как видите, другой желтый цвет. И он уже почти не смешан с фиолетовым. Поэтому смотрится лучше. Но все-таки в серединке чего-то не хватает. В общем, какой вывод можно из этого всего сделать? Что если вы пользуетесь белильными красками, то лучше всего их использовать в чистом виде. Потому что в смесях с другими обычными красками будет происходить грязь. Давайте пойдем до конца и проведем небольшой эксперимент. Смешаем неаполитанскую желтую с ультрамарином. И вот что у нас получилось. Какой-то непонятный серо-зеленый оттенок. А здесь я смешала неаполитанскую с карминовой. Тоже цвет не очень получился, честно говоря. Какой-то грязно-красный, теплый оттенок. Но в то же время белильные краски хорошо смешиваются друг с другом. Вот я смешаю сейчас коралловую с магнолией, по-моему. И получился такой симпатичный цвет. Вполне даже прозрачный. Но не совсем прозрачный, как если бы он был безбелил, как вы понимаете. В общем, цвет моего пуховика, одним словом. Лично я очень редко пользуюсь белильными красками. Единственное, что когда я рисовала северное сияние, мне нужно было как-то это свечение показать. И я в изумрудную добавляла немного белой краски. И получалось неплохо тоже. Вообще, при составлении замесов должна включаться интуиция, предчувствие. Есть еще такое модное слово сейчас, яснознание. Когда ты внутри уже знаешь, что это прокатит, а это нет. Это будет хорошо, а так не очень. Мне кажется, у меня что-то такое есть. Мне вот никогда не придет в голову смешивать фиолетовый с желтым. Я как-то внутри чувствую, что получится грязь. Вот сейчас я как раз это показываю. Или, допустим, я точно не смешаю ультрамарин с каким-нибудь кадмем желтым. Никогда это не делала. И давайте посмотрим, что получится. Ну да, вот такой вот непонятный цвет. Грязненький, на мой взгляд, получается. Почему же все-таки получается грязь? Потому что мы смешиваем холодные цвета с теплыми. И мы подобрались к самой скользкой и неоднозначной теме. Тепло-холодности и цветовому кругу. Нам говорят, что половина цветового круга это теплые цвета, половина холодные. И если мы будем смешивать теплый и холодный, то получим грязь. Вот как раз, как я и говорила. Если смешивать желтый с фиолетовым, то получается какая-то абра-кадабра. То есть те цвета, которые находятся друг напротив друга, их смешивать нельзя. Например, вот получается синий с оранжевым, фиолетовый с желтым, зеленый с красным. То, что тут изображено, это еще, конечно, не все. Не забывайте, что бывают, конечно, красные холодные, желтые холодные и теплые синие. И вообще не все так однозначно. То есть, следуя логике, если я возьму карминовую, это холодный цвет с фиолетовым таким подтоном. И смешаю его с ультрамарином. А ультрамарин, я так поняла, это теплый оттенок. Я вот перерыла весь интернет. Даже Яндекс не может мне ответить, ультрамарин это теплый или холодный цвет. Но следуя логике, если кобальт у нас холодный, то я склоняюсь все-таки, что это теплый цвет. В общем, если мы смешаем теплые и холодные краски, то должна получиться грязь. Но смотрите, какой хороший цвет прозрачный получается. Вообще, это, по-моему, одна из самых ходовых смесей в акварели. А здесь я смешала карминовую с кобальтом. По идее, какой-то нереально прозрачный цвет должен получиться. Но мне он меньше нравится. И не такой он яркий. Потом возьмите нашего художника Илью Ибряева. У него самая такая популярная смесь ультрамарина с кадмием оранжевым. У него прям во всех работах это есть. То есть, везде есть какие-то нюансы, тонкости, исключения. И я думаю, что на самом деле новичкам особо не нужно прям так сильно пока углубляться в такие моменты тонкости. Вот лично я, когда начинала рисовать, я вообще не думала о таких вещах. И сейчас я, конечно, стала уже больше разбираться, различать, где теплый цвет, где холодный. Но когда я рисую, я вот, честно говоря, не задумываюсь. Если вот над этим всем думать, то рисовать вообще некогда будет. В общем, это очень сложные темы. И есть еще, например, такое золотое правило в живописи. У теплого предмета должна быть обязательно холодная тень. И наоборот, у холодного теплая. Но здесь тоже очень много всяких есть нюансов. И, как оказывается, многие знаменитые художники игнорируют это правило. Их работы, между прочим, считаются шедеврами. А вот здесь я пытаюсь продемонстрировать, что из смесей синего и желтого получается зеленый. Но, как я не пыталась это сделать, что-то у меня зеленый-то и не особо получался. Даже как-то удивилась я. На самом деле, я хочу вам такой лайфхак дать. Если вдруг у вас зеленый получается, что с этим делать, и чтобы этого не произошло. Один из способов, это не смешивать цвета между собой. То есть, я вот нарисовала голубенький и прямо по границе прошла желтеньким. И совершенно не возникает никакого зеленого. Такой прием я называю пристыковкой цвета. Кстати, очень часто такой прием в акварели вообще используется. Цвета пристыковываются и не смешиваются между собой. И тогда грязь не выходит. Особенно, когда небо рисуется. Это актуально. Или когда у вас в картине много разных цветовых пятен. Например, в этой работе я старалась не смешивать цвета между собой. В общем, есть еще несколько вариантов, как избежать зеленого цвета. Немножко схитрить. Например, добавить в голубой карминовую, или лавандовую, или фиолетовую. Или в желтый добавить кадми-оранжевый, например. Но, на мой взгляд, стык фиолетово-желтым не самый, конечно, лучший вариант. Потому что мы уже выяснили, может быть, грязька. Если посмотреть на эту работу, тоже, смотрите, у меня голубой с желтым соприкасаются. И я тоже как бы пристыковывала цвета. И вот тут у меня прям еле видна такая зеленоватая полосочка, но ее почти не видно. Здесь тоже цвета стоят рядышком. Оранжевый, бордовый и черный. Ой, сейчас я вас напугаю, вы вообще перестанете что-то смешивать, я так чувствую. Но, на самом деле, в акварели есть какие-то стандартные смеси. У меня есть видео на эту тему, можете посмотреть. Я считаю, тоже очень полезно видео. И такой информации, по-моему, особо нигде не найдешь больше в интернете. Как раз для новичков, кто только-только начинает рисовать, видео очень полезно рекомендую. Третий пункт, откуда берется грязь, это слишком много слоев в работе. Рекомендуется делать их не больше трех. Вообще, чем меньше, тем лучше. Например, существует техника а-ля прима, в один слой все рисуется. Это, конечно, очень сложно, нужно иметь опыт. И перед повторным смачиванием листа, предыдущий слой должен очень хорошо высохнуть. Тогда аккуратно, почти без нажима, мягкой кисточкой, обычно козой, мы смачиваем лист, чтобы не поплыл предыдущий слой. Вот я заметила, что даже у бумаги Арш слой плывет, когда я космос рисовала. Немножко черный поплыл. И поэтому нужно быть очень аккуратным. Итак, четвертый пункт я выделила, это многоцветие. Многоцветие это плохо. Чем меньше цветов в работе, тем лучше. Если картина нарисована только двумя цветами, то, поверьте, она будет намного лучше выглядеть, чем 25. Пользоваться широкой палитрой и гармонично сочетать множество цветов надо уметь. Сделаю я копию вот такой красивой картины. Это Томас Шаллер, Венеция. Что мы видим у автора? Более приглушенные тона. Вечер, все уже тускло. Вот-вот, как будто появится туман на воде. И выделяются только три главных цвета. Розовый, синий и охра. Ну, еще желтый есть в небе. Теперь посмотрим на мою работу. Тут три синих разных у меня. Дымка у меня фиолетовая. Вода зеленоватая. Фасад голубоватый. И сама работа в целом более светлая. Нет ощущения вот этого глубокого заката. Теперь я сделаю фокус. Переведу свою работу в черно-белый вариант и в сепию. И посмотрим, что изменится. Посмотрите, когда работа выполнена вообще одним цветом, насколько гармоничнее и стройнее. И лучше она выглядит. А здесь вообще похоже на старую фотографию. Можно сделать очень много вариантов. И получается все равно красиво. В общем, есть над чем поразмышлять. Кстати, увидеть свои ошибки, это уже часть успеха. Если вы только начинайте, то не покупайте себе краски сразу 36 цветов. Начните с сонета 24 цвета. Вам будет проще разобраться и запомнить удачное сочетание оттенков. А здесь я показываю очень красивые работы. Нарисованы в ограниченной палитре всего парочкой или несколькими цветами. И насколько хорошо они выглядят. Вообще, акварель не любит замученности. Чем меньше слоев краски на бумаге, чем меньше копания в деталях, тем лучше. Старайтесь ничего не стирать, не исправлять. Это сразу очень заметно на работе. И как можно меньше вообще телодвижения на бумаге. Частая ошибка новичков, это когда вы залезаете в подсыхающую краску, и все это сразу портится, очень неаккуратно становится. У меня тоже всегда руки чешутся, что-то доделать, дорисовать, а получается только хуже. Не успели, все, спокойно откладывайте работу и ждете высыхания. Да, без терпения, в общем, в акварели никуда. В этом плане особенно тяжело новичкам, когда поначалу идет борьба с техникой. Тут что-то высохло, тут потекло, тут некрасивый стык. Тут что-то потер, там кусок смочил, опять нарисовал. В идеале должен быть точный расчет, чтобы с первого раза попадать в тон, цвет и чувствовать влажность. Такое точное попадание в яблочко приходит только с опытом. И многие технические навыки постепенно перейдут в разряд автоматических, и откроются тогда двери для более серьезных вещей, так сказать, для следующей ступеньки в вашем развитии. Ну и последний пункт на сегодня, о чем хочется рассказать, это об использовании белил. Белил нужно использовать по минимуму в конце работы, только для расставления каких-то акцентов. Не нужно рисовать на деревьях снег белилами. Вот нарисовали вы там зимний пейзаж, у вас там деревца, веточки, и в конце вы бац, и все это значит на веточках белилами снег нарисовали. Ну, в общем, так дело не пойдет. Во-первых, белила будут выступать у вас немножко над бумагой, и в целом это, мягко говоря, будет смотреться нехорошо, неаккуратно. Лучше всего использовать маскирующую жидкость, и либо есть возможность вообще обойтись без нее в идеале, но это, конечно, намного сложнее. Вот в этой работе я как раз без белил обходилась, и обходила краской светлые участки. Вот здесь луну я тоже белилами рисовала, и со стороны так издалека вроде ничего смотрится, но вблизи видна вот эта вот тоже какая-то неаккуратность. Вообще, на самом деле, наверное, от краски зависит, ведь белилы бывают разными, я пользуюсь китайскими. И здесь вот тоже мишка. Если что-то ими закрашиваете, моей краской, то получается не очень красиво. А вот звезды очень хорошо. А здесь я показываю две одинаковых работы, и какая, по вашему мнению, получилась лучше. По-моему, правая лучше намного. Это моя вторая работа. Первая сразу видно более грязная, и такая небрежность в каких-то деталях проявляется. Вот здесь вот я уже учла, потоньше линию сделала. Здесь у меня грязные пятна сепия, опять же. Почему-то решила там затемнить, а здесь я уже это учла и не стала затемнять. И что еще? Какие-то вот такие вот цветовые пятна со старенностью я пыталась изобразить. И слишком много это наляпано, этих пятен в разных местах. И на второй работе этого меньше всего, и она в целом выглядит намного стройнее и как-то чище. Ну, то есть грязь в акварели – это не какое-то там эфемерное понятие. И кажется, что вообще откуда она берется, неизвестно. На самом деле у нее есть причины. Теперь мы выяснили, откуда она появляется. И зная это и видя какие-то недочеты в своих работах, уже можно учитывать что-то на будущее и не допускать ошибок. А в этой работе вроде все хорошо, но не получилось небо. Грязное небо. Почему-то решила я голубой и желтой зачем-то смешать. Можно было просто одним цветом изобразить его. В общем, сегодня я достаточно подробно осветила тему грязи в акварели. Надеюсь, видео вам понравилось. Я очень старалась. Очень много времени у меня заняло создание этого ролика. Так что обязательно поставьте лайк. Если ты еще не подписан, подпишись. И увидимся в новых видео. Всем пока-пока.